Здравствуйте! В эфире программа «Школа здоровья». Сегодня в выпуске вы узнаете. Где врачи спасают здоровье позвоночника и суставов без операции и без протезирования? Что делать, если язык примерз к качелям? И можно ли справиться с простудой, если спать целый день? Давайте разбираться. Восстановление суставов без протезирования, лечение грыж и протрузии без хирургического вмешательства. Еще вчера это казалось фантастикой, сегодня обычное дело. Самаре открылась клиника «Доктор Ост» – это федеральная сеть медицинских центров с филиалами в 10 российских городах. В клинике ведут прием неврологи, травматологи-ортопеды, физиотерапевты, массажисты. «Доктор Ост» специализируется на безоперационном лечении опорно-двигательного аппарата с помощью новейших разработок мировой медицины. Например, этот робот-аппарат под управлением докторов способен на борьбу с межпозвонковыми грыжами и протрузиями. Собранное в центре физиотерапевтическое оборудование может помочь снять воспаление и купировать боль. К нам чаще всего обращаются пациенты с заболеваниями позвоночника. И также к нам обращаются пациенты с заболеваниями суставов. Это остеоартриты, это остеоартроза. И локализация самая разнообразная. То есть это заболевания тазобедренных суставов, заболевания коленных суставов, голеностопных, локтевых, плечевых. Как показывает практика, болезнь опорно-двигательного аппарата стремительно молодеет. В арсенале врачей доктор Ост есть все для того, чтобы вернуть суставам былую легкость, купировать воспаление, боль и обеспечить обновление разрушенных хрящей. Так как с возрастом рост новых клеток замедляется, специалистам важно простимулировать естественные ресурсы организма и восполнить дефицит синавиальной жидкости, которая выполняет функции смазочного материала. В итоге сустав в любом возрасте может снова двигаться свободно, причем добиться этого можно без боли, таблеток и операций. Мы сотрудничаем с Центром реабилитации и курортологии Российской Федерации. И поэтому все достижения, которые применяются в Российской Федерации, мы применяем в нашем центре. Записаться на прием можно по телефону или через форму записи на сайте. Бывает же, что когда температура за окном немного падает, пальцы рук становятся белыми. Но это в том случае, если вы находитесь на морозе без перчаток. А что, если такое происходит в помещении, где тепло? Специалисты говорят, это может быть симптомом болезни Рейно. Бывает, что человек может пойти на улицу в холодную погоду и обойтись без перчаток. Его пальцы просто будут немного холодными, но вряд ли больше. Но у того, у кого есть синдром Рейно, возникает куда более острая реакция. Я выхожу на улицу, холодно, пальчиком очень холодно, они белеют, их немедленно надо отогревать. И они, когда отогреваешь в тепле, они понемногу начинает краснота идти потихоньку, потихоньку, потихоньку досюда. И начинается такая ломота, сжение такое начинается. Руки у Людмилы Маркеловны после прогулки всегда ледяные. То, что пальцы холодные и болезненные, женщина заметила несколько лет назад и сразу обратилась к ревматологу. Ведь только специалист может определить, есть у вас Рейно или нет. Как, впрочем, установить, первичный это синдром или вторичный, то есть спровоцированный другим медицинским состоянием. Финамин Рейно – это неоднородное понятие. В нем различают болезнь Рейно и синдром Рейно. Болезнь Рейно – это самостоятельная патология без каких-либо сопутствующих заболеваний. И другое дело – синдром Рейно, который возникает на фоне какого-либо другого заболевания. Чаще всего это тяжелые заболевания соединительной ткани. И тогда это носит хроническое и более тяжелое течение. И эти спазмы, спазмы – это нарушение кровоснабжения в пальцах, рук или ног, могут приводить к появлению язвочек, некрозов, омертвению тканей. Более тяжелое состояние, требующее серьезного постоянного лечения. В первичном синдроме Рейно большую роль играет генетическая предрасположенность. Около трети людей с этим состоянием имеют близкого родственника с таким же диагнозом. И хотя синдром может развиться у всех, эксперты отмечают, что у женщин он диагностируется чаще, чем у мужчин, а впервые проявляет себя, как правило, в подростковом возрасте. Что касается вторичного синдрома Рейно, здесь важно иметь в виду такие причины, как повреждение нервов, травмы рук и ног, воздействие определенных химических веществ, повторяющийся стресс, а также влияющие на кровяное давление лекарства и никотин. Феномен Рейно встречается значительно реже, а проявляется в основном у людей старше 40 лет. Синдром Рейно – это не так часто встречающиеся заболевания, которые проявляются приступообразным спазмом мелких сосудов рук и ног, приводящим к нарушению кровоснабжения на этих участках. Кроме рук и ног могут страдать кончик носа, подбородок, ушные раковины. Встречается у 5-10% людей. В основном синдром Рейно не вызывает у специалистов беспокойство. Проблема состоит лишь в том, что он увеличивает риск обморожения, так что пациентам стоит быть осторожнее на холоде. Эксперты добавляют еще одна вещь, которая может случиться – это спазмы. В крайних случаях они способны привести к повреждению, отмиранию тканей. Но это важно понимать, случается крайне редко, и если вы по каким-то причинам находитесь в группе риска, ревматолог расскажет, какие меры предпринять. Если возник такой приступ, например, у больного побелели пальцы рук, а это типичный симптом болезни Рейно, то достаточно войти в теплое помещение, растереть руки, поместить их в теплую воду, и приступ оккупируется. Если же говорить о лечении, то все оно будет направлено на расширение кровеносных сосудов, но лучший способ справиться с Рейно – это постараться не задерживаться на улице, когда там по-настоящему холодно. А если это все-таки случилось – держать руки в тепле. Но кто из нас в детстве не облизывал качели или санки? Подобный опыт есть у многих, но не каждый знает, что делать в данной ситуации, когда язык примерз к железу, и чего делать категорически нельзя. Сейчас узнаем. Примерзнуть зимой языком к железу очень легко. Влага языка при соприкосновении с холодным металлом превращается в лед и сцепляет с ледяным предметом. В этом случае советуют специалисты. Следует действовать без паники. Тому, кто примерз, нужно дышать таким образом, чтобы теплый воздух попадал на металл. Из-за этого лед растает, и язык можно будет освободить. Нужна вода. Даже холодная ее можно полить между языком и металлическим предметом, которому тот примерз. Стоматологи говорят, применять физическую силу не надо. Попытки оторвать язык силой могут привести к повреждению слизистой, образованию ран, которые будут долго заживать. Если рана не глубокая, в домашних условиях обрабатывать обязательно антисептическими средствами, накладывать ранозаживляющие мази и можно обработать обезболивающими мазями и спреями. Дома в домашних условиях обязательно гигиена полости рта и в течение пяти, максимум семи дней исключить прием острой пищи, соленой пищи и жесткой пищи. Для того, чтобы предотвратить осложнения, необходимо обратиться в стоматологическое учреждение. Все детские стоматологические клиники в Самаре работают с 8 до 20 часов. В субботу и в воскресенье с 8 до 16 в нерабочее время. Вечером и ночью стоматологическую помощь детям оказывают в отделении челюстно-лицевой хирургии педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Хорошо известно, что на состоянии человека, столкнувшегося с ОРВИ, благотворно влияет прием витамина С, обильное питье и сон. Но если он действительно не так хорош в смысле избавления от простуды, не значит ли, что при малейшем першении в горле или щекотании в носу стоит лечь поспать? Давайте разбираться. В мире существуют убедительные научные доказательства того, что качественный сон важен и нужен для активного функционирования иммунной системы. Когда мы лишены сна, мы, как правило, более восприимчивы к вирусам и бактериальным инфекциям. В случае, если вы уже заболели сон, все еще лучшее, что вы можете сделать. Как минимум, потому что организму нужно некоторое время, чтобы избавиться от вируса, и чем меньше его ресурсов вы будете тратить на посторонние занятия, говорят специалисты, тем быстрее это произойдет. Дополнительным фактом, заставляющим нас верить в живительную силу сна, является то, что мы знаем, что инфекции могут воздействовать на определенные части мозга, связанные с бодрствованием и пробуждением. Пациенты постоянно говорят, что когда они заболевают, они чувствуют сонливость. Вероятно, это происходит не просто так. Очевидно, что качественный сон совершенно необходим человеку, который заболел. Так что, если вы чувствуете, что простудились, возьмите отгул или мини-отпуск на работе, чтобы провести этот день в постели. Но помните, что сон не лечит вас, а лишь помогает организму бороться с вирусом. То есть на скорость выздоровления и тяжесть симптоматики это, увы, никак не повлияет. Сон и иммунитет очень сильно взаимосвязаны. Есть огромные исследования, психоиммунологии, нейроиммунологии, которые говорят о том, что полноценный ночной сон очень сильно укрепляет иммунитет. Поэтому во время болезни зачастую человеку хочется спать много. При болезни сон улучшает нашу функцию иммунитета, мобилизует активность организма в плане борьбы с инфекцией. Соответственно, ночной сон и дневной сон во время болезни – это полезно. Надежде Захаровой поставили страшный диагноз. Однако многие врачи просто боялись сделать опасную операцию. Рядом с ее койкой в больничной палате аккуратно висит пиджак с орденами. Надежда Ивановна даже в больницу на операцию собралась как на парад. Во время Великой Отечественной работала на заготовках древесины и санитаркой в госпитале. Бомбежки, переохлаждение пережила все. Но старые травмы дали о себе знать в 92 года. Я прям умерла, умерла. Так мне было плохо. Мне, вы знаете, не то что жить, охота была, скорее бы умереть. А не нет, будем стараться, будем стараться. Диагноз гангренозный холецистит опасен даже для молодых. В случае Надежды Ивановны многие врачи просто отказались сделать операцию. У мамы моей 99,9% то, что я живу, ее с операционного стола не снимут. Оставался один мизерный процент. Мы им воспользовались. Она помогла, выжила. Оперативное вмешательство провели хирурги областной больницы имени Середавина. Осмотр, консилиум, двухчасовая сложнейшая операция. Затем еще три наблюдали за пациенткой в реанимации. Чудо не обещали, просто сделали. Впрочем, сами о своей работе отзываются скромнее. Когда речь идет о экстренной хирургической помощи, речь идет о спасении жизни. Поэтому возрастная категория, возрастная группа для нас – это не важно. От врачей требуется к любви пациентов, к любви своей работе и профессионализма. Напомню, в Самарской области в рамках национального проекта «Демография» начинается реализация регионального проекта «Старшее поколение». Цель – создать лучшие условия для жизни людей пожилого возраста, а также мотивировать их к здоровому образу жизни. Одно из направлений проекта – совершенствование медицинской помощи. А Надежда Ивановна сегодня идет на поправку. Все силы направила на скорейшую реабилитацию. Говорит, теперь умирать нельзя, да и болеть некогда. Самое время готовиться к 9 мая. Жителям Самары проверяют слух. Аудиологический скрининг прошел в городской клинической больнице номер 8. Акция приурочена к Международному дню охраны здоровья и слуха. Объявление о том, что можно проверить слух, Нина Долгушева увидела на информационном стенде в поликлинике. Женщину беспокоит шум в ушах. Ну, я считаю, что это очень хорошо, когда нас просвещают. И узнала я, просто зашла в поликлинику, смотрю объявление, думаю, нужно зайти проверить. Как показывает практика, с просьбой проверить слух чаще обращаются люди в возрасте. Исследование занимает около 10 минут. Специальный аппарат посылает высокочастотные сигналы. Если пациент на них реагирует, ухо здоровое. Если нет, аппарат показывает уровень потери слуха. По словам специалистов, около 360 миллионов человек в мире имеет снижение слуха. Порядка 1 миллиарда в зоне риска. Нейросенсорная тугоухость – это заболевание прогрессирующее. Поэтому очень важно на раннем этапе выявить снижение слуха, вовремя начать лечебно-профилактические мероприятия и тем самым сохранить слуховую функцию. В России наблюдается около 12 миллионов человек, которые имеют нарушение слуховой функции. В Самарской области, в принципе, как и в Российской Федерации в целом, нарушение слуховой функции очень актуально, очень большой процент. То есть порядка 250 тысяч инвалидов по слуху уже зарегистрированы. Специалисты объяснили пациентам, что может привести к снижению слуха и дали рекомендации по здоровому образу жизни. Вовремя обращаться к врачу при малейшем подозрении на том, что у вас что-то со слухом. Что это? Это может быть шум в ушах, это может быть звон в ушах. Человек может обращать внимание, что он прибавляет громкость телевизора, и он не слышит своего собеседника или переспрашивает фразы. Все эти такие маленькие симптомы будут говорить о том, что нужно обратиться к врачу заблаговременно. За 4 часа проверили слух 40 пациентов. На этом профилактическая работа не заканчивается. В ближайшие дни специалисты проведут аудиологический скрининг для работников предприятий Кировского района. В ее кабинете за спиной большой розовый медведь. От благодарных пациентов в Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой Елена Гордеева работает более 30 лет. Ее любят и дети, и их родители. Конечно же, у нее каждому человеку, каждому ребенку индивидуальный подход. Находит очень быстро общий язык с каждым ребенком, но и успокаивает мамочек, когда это нужно. Большое спасибо. Мы тетю Лену сильно любим. И поздравляем. И поздравляем. Здесь с победой ее поздравляет каждая Елена Валерьевна стала лучшей в стране старшей медицинской сестрой с высшим образованием. Церемония награждения прошла в Москве в рамках конгресса, на котором обсуждали актуальные проблемы педиатрии. До сих пор в эйфории. Эмоции переполняли. Было очень торжественно. Присутствовало очень много таких известных корифеев, как Рашаль, Румянцев, профессор Румянцев, академик Рана Баранов, включал мне как раз диплом. После добавляет главной наградой является сама работа, на которую она приходит с удовольствием. Елена Гордеева окончила Самарский медицинский колледж имени Ляпина и затем получила высшее образование в медуниверситете по специальности менеджер сестринского дела. Под ее началом медперсонал в гастроэнтерологическом отделении. Оно рассчитано на 45 коек. Здесь проходят лечения и дети Самарской области с первого года жизни. К врачам, медсестрам и санитаркам Елена относится так же, как к своим маленьким пациентам. По-матерински. Даже атмосфера в отделении добрая и доверительная. Когда я пришла в отделение, она меня учила всему, наверное. Потому что молодой врач, его обучают все сестры, опытные на посту, и старшая медицинская сестра. И было это настолько всегда деликатно, понятно и комфортно, что, в принципе, вот таких вот каких-то переживаний, отсутствующих незнаний не было. Поэтому научила на многом. Это добрый, порядочный, дисциплинированный человек, очень работоспособная, очень отзывчивая, очень ласковая, прекрасно относящаяся к детям. Он замечательный человек и просто как друг, просто как товарищ по работе. После работы Елена отправляется в Самарский медуниверситет передавать свой опыт студентам. В свободное время предпочитает готовить, кататься на лыжах, коньках и занимается легкой атлетикой. Будьте здоровы, дорогие телезрители! С вами была Школа Здоровья. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!